Всем привет! Меня зовут Азат Нургалеев. Я закончил художественно-промышленную академию имени Штиглица. Я преподаватель рисунка, основатель Skills Up School. И это уже второй выпуск развеивателя или развеивания мифов, которые до сих пор царят в вузах. У меня есть паблик для художников в Телеграме, в котором я делюсь всякими полезностями, видеоуроками и своими мыслями о рисовании, и не только. И в нем я провел такой опросник про мифы и предрассудки, с которыми сталкивались ребята, которые учились в вузах. Итак, давайте посмотрим, что это за мифы и предрассудки. Аналитический или конструктивный рисунок может быть только у мальчиков. Если девочка рисует конструктивно, это всех пугает. Ну, уже интересно. Девочки, они больше про живопись, тонко чувствуют цвет, а вот рисунок, ну, срисуют красиво и хорошо. Меня очень удивило такое мнение. Это, правда, не значит, что не учат и не объясняют конструкцию. Просто мнение такое есть. С таким мнением я тоже сталкивался. Я предполагаю, что это идет от того, что есть какое-то такое механическое разделение, что мужчина, он больше про, ну, так скажем, аналитику, про какую-то структурность мышления, а девушки про креатив и про эмоции, да? Что мужчина — это какая-то структурность, это мышление, это расчет, а девушки — это эмоции. К сожалению или к счастью, это не так. У нас нет такого, что там мужчины, они все такие сухари, да, а девушки, они все прям, ууу, такие вот эмоциональные и так далее. Бывает, бывает разное, да? Бывают смешанные типы, бывает, что мужчина очень эмоционален в художественном плане, бывает женщина с просто потрясающими аналитическими способностями. это скорее заблуждение на самом деле я бы никогда не стал не стал вот так вот просто упрощать все потому что жизнь она намного сложнее чем черное белое да вот девочки они такие мальчики они такие возможно есть какие-то я даже не знаю сейчас хотел сказать предрасположенности но или какое-то большинство но тут все очень очень индивидуально и вот так вот обобщать я бы я бы точно не стал потому что я сталкивался я тоже как преподаватель я сталкивался и с кейсами просто гениального цвета у парней но рисунок и аналитика оставляли желать лучшего и сталкивался с тем что девчонки просто задвигали всех парней своей аналитикой и рисунком у меня были и те и те такое убеждение что если продаешь много и пишешь на заказ по все типа конвейер и ты умираешь как творец художник должен быть голодным и бедным прям собрали все такую махровую какую-то вот эта вот история тут я вынужден сделать лирическое отступление что каждый художник перед тем как его заметят не то что он должен да но он приходит к какой-то славе к узнаваемости к популярности если мы говорим про художественные методы через какую-то какое-то новшество через какую-то фишку которую он несет этому миру то есть он который он внедряется творчестве и для того чтобы быть узнаваемым он ее вот ну и сделать там как-то вот пихает да вот мы можем ну не то что пихает это ну как бы у него вот так вот получается да серджио топи мы можем мы можем узнать по такому соотношению такой простой геометрии и сложной биопластики с жесткими фактурными заливками да таким кучей штрихов майка миньолу мы можем узнать по очень таким угловатым формам и по каким-то таким динамичным острым простым композициям например да ну и формы композиционно тоже очень просты если брать кого-то из классики сандро паттичелли это силуэтные заливки отсутствие светотени линия по краю формы сложные прически такие какие-то одухотворю отдыху духотворенный взгляд и определенную определенная специфичная гамма тут достаточно достаточно все просто поэтому не знаем все таки все таки своя фишка своя фишка она нужна и вот вот вопрос вот когда художник остановился и нашел какой-то свой какой-то какую-то свою узнаваемость какой-то свой прием это бак или фича напишите в комментариях потому что я не знаю конечно можно постоянно постоянно искать отказываясь от предыдущего это это наверное тоже так кто-то делает просто просто мы мы про них не знаем вот но тут все равно нужен нужна какая-то фишка за которую ну как опора какая-то да там стилистическая опора за которым можно можно ухватиться и потом уже через нее получить на какое-то признание узнаваемость а потом уже искать дальше продолжать поиск если говорить про конвейер наверное тут речь идет про то что просто художник не успевает даже подумать и как-то ну не знаю подумать над картиной он сразу это берет пишет берет пишет копию берет пишет еще копию еще копию чтобы просто вот как-то он там быстро срабатывает и и все ну не знаю тут тут тоже нет ничего криминального да потому что рисование живопись это тоже своего рода какое-то ремесло и если если это востребовано и у тебя есть какие-то заказы но тебе их надо надо делать надо выполнять поэтому я не вижу тут ничего такого и более если художник востребован а про то что художник должен быть голодным и бедным художник должен быть голодным но он должен быть голодным до каких-то своих творческих открытий до своего творческого поиска ему должно хотеться новых работ каких-то новых экспериментов новых рисунков новых каких-то совершений на художественном подпище чтобы художник был бедным я ну я в корне не Я даже обосную, почему творчество — это не самая основная история для выживаемости. Это тоже очень важная штука, без которой очень сложно прожить, но если тебе не на что кушать и тебе нечего кушать, то тут важно будет что-то заработать и просто выжить, а не то, сколько ты картин нарисуешь и так далее. Поэтому сначала ты заботишься о том, чтобы не быть голодным, чтобы у тебя было что покушать, а потом уже ты можешь спокойно уже наслаждаться тем, что ты занимаешься творчеством, занимаешься творчеством, ремеслом, всем, чем угодно. Можно вспомнить здесь пирамиду масла. Если тебе нечего кушать и твое выживание стоит под вопросом, то ты уже не будешь думать о том, какую картину тебе нарисовать. Следующее заблуждение — дизайнеры и программисты умрут вскоре. Это перегретый пузырь среднего класса, который лопнет. Искусственный интеллект, видимо, заменит всех программистов и дизайнеров. По поводу того, что дизайнеры и программисты умрут вскоре — это не совсем заблуждение, потому что мы все все равно когда-нибудь умрем. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но не переживайте, все будет хорошо. Но если говорить серьезно, то каждый век, там, не знаю, каждые 30 лет, каждые 10 лет появляется куча новых профессий и умирает куча старых профессий. Это нормально. Многие профессии смежные, какие-то прям совсем новые. И для того, чтобы быть конкурентным на рынке, если мы говорим про коммерческую составляющую, то, естественно, необходимо затачиваться не под какую-то прям супер-супер узкую сферу, там, я не знаю, там, если брать какой-то маркетинг, то, там, не знаю, сторис-мейкер, например, да, там, я бы не стал идти на сторис-мейкера, потому что раз, там, что-то случилось, инста отлетело, все, сторис больше не нужны, да, там, нужна какая-то более-более глобальная такая история, да. Нужно качать не только мастерство, но и креатив, нужно качать голову, нужно качать понимание истории искусств для того, чтобы быть максимально конкурентоспособным и для того, чтобы в какой-то момент просто взять и перейти в другую сферу. Чтобы это было не очень сложно, чтобы вы с этим справились, голову качать надо сейчас, мастерство качать сейчас и свои навыки качать сейчас. А если вы хотите прокачаться в рисунке, то заходите ко мне на Boosty. Более 200 коротких видеоуроков, которые я записывал специально для подписчиков Boosty. Что такое блог по подписке Boosty? Вы выбираете уровень доступа к видеоурокам, минимальный от 150 рублей в месяц. Вы оформляете ежемесячную подписку и получаете доступ к библиотеке видеоуроков и к новым видео, которые я записываю каждый месяц. Подписку можно отменить в любой момент. Для иностранных и российских карт Boosty одинаково доступен. Поддерживающая комьюнити и короткий формат уроков 15, 20 или 30 минут развивает привычку рисовать регулярно. А это поможет вам быстро двигаться в развитии своего скилла. Кстати, для всех своих подписчиков на Boosty раз в месяц я даю фидбэк по их работам. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Может быть, что-то будет более актуально потом, что-то будет менее актуальным. Этого никто не знает. В конце концов, практически все профессии через 100 лет заменят роботы. Все будут делать роботы. Люди будут заниматься творчеством. Если так глобально смотреть. Что-то в этом есть. Но это не надо воспринимать так, что это какой-то баг. Что не надо этим заниматься. Сейчас этим надо заниматься. Сейчас надо вклиниваться в профессию. В ту сферу, которая вам нравится. Которая вам по душе. В которой вы чувствуете, что вам хочется развиваться. И потом уже в процессе понимать, что вы хотите туда. Это стало менее актуально. Я хочу вот сюда, например. Или я хочу развивать свой личный бренд. Я хочу заниматься разработкой концептов для игр. Я хочу заниматься иллюстрацией. Я хочу заниматься гейм-дизайном. Анимацией. Всем чем угодно. Смежным. В конце концов, если брать какой-то свой пример. Когда я поступал в 2010 году в художественно-промышленную академию. были совсем другие профессии. В общем, многих профессий, которые есть сейчас. Их, собственно, не было. Или они были не так распространены. Было намного меньше игр. Было намного меньше рабочих мест, связанных с игровой индустрией. Сейчас все по-другому. Это огромнейшая индустрия, которая требует новые-новые кадры. И когда я поступал, я знал, что я хочу рисовать. Я хочу... Я люблю это. Я хочу в этом развиваться. Я хочу научиться рисовать людей. Я хочу потом это где-то применять. Я хочу в этом становиться классным и большим мастером. И дарить людям добро. Но я совершенно не знал, что будет через 5 лет, что будет через 10 лет. Собственно, тут важно в целом держать свое какое-то ощущение, что вам хочется в этой сфере развиваться. Например, в визуальной, графической сфере. Окей, хорошо. Вы художники. Погнали. Но очень здорово иметь какой-то диапазон разных профессий. Для того, чтобы потом можно было что-то выбрать. Например, пойти сюда, пойти туда и так далее. Следующее утверждение от того же автора. Зачем тебе художника? Делом займись. Это больше подходит на каких-то стереотипных родителей. Но на самом деле это не такая уж и стереотипная история. Наши родители, большинство родителей, я думаю, прям подавляющее большинство, выросли в Советском Союзе. И у них был только свой какой-то собственный опыт. Если они не были художниками, то для них это рисование картинок – это какая-то ерунда. В общем, какая-то несерьезная. То есть они рисовали картинки в детстве, и у них есть полное ощущение, что это просто какое-то убивание времени. Такое праздное времяпрепровождение. Сейчас все совершенно не так. С помощью рисования можно и зарабатывать, и это можно сделать своей основной точкой приложения. Как правило, если вам важно переубедить вашего оппонента или кого-то, с кем вы общаетесь, и чье мнение вам важно. У меня это было так, у меня родители тоже примерно так же говорили. Они говорили, а зато нафиг тебе, что ты со своими картинками там какая-то ерунда. Тогда все решилось очень просто. Это был какой-то, по-моему, 2005 год. Я тогда расписывал, расписывал какой-то ночной клуб. Я тогда занимался граффити, или 2006, не помню. Я тогда занимался граффити. Я заработал за два дня, по-моему, 20 тысяч рублей, и у меня еще осталось два ящика аэрозольной краски. Такая очень серьезная история. Тогда, по тем временам, 20 тысяч рублей, ну, это была, как, не знаю, такая средняя месячная зарплата, наверное. Поэтому, когда я им это рассказал, показал, но они мне этого не говорили, но мнение сразу же поменялось. Я уже не слышал каких-то упреков в свой адрес. Они поняли, что это работает. Вот и все. Следующее утверждение. Самый крутой художник Вальеха, потому что там голые тетки, а остальные отстой. Это какой-то, видимо, мужчина-преподаватель. Ну, смотрите, да, Валеджио, он действительно такой скиловый дядька. И в 90-е он был, наверное, такой иконой. Он был очень модным. Не знаю, как в других странах, но с Валеджио висели плакаты везде, там, календари. Вот эти вот его женщины, воины, там, какие-то берсерки, викинги. В общем, вот все эти махачи, вот эти вот проработанные тела с такими маслями, намазанные маслом, вот эти вот грудастые женщины. Ну, это было, да, это было очень актуально тогда. И это мной воспринимается, как вот та какая-то эпоха. Валеджио, да, он действительно крутой, серьезный художник. Но тут, опять же, это дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то нет. Вашему преподавателю нравится одно, вам может нравиться совершенно другое. Это нормально. Следующее утверждение, что граффити только для хулиганов. Есть такое убеждение, я тоже с ним сталкивался. От чего это все идет? От того, что граффити-художники по большей части своей, по крайней мере, мои какие-то знакомые, большинство самоучки. И когда я занимался граффити, я тоже был самоучкой. И, как правило, с такой серьезной художественной базой граффити-художников достаточно мало. Не знаю, с чем это связано, вот честно. Наверное, потому что многие граффити-художники — это такие хулиганы. Потому что, в целом, рисование граффити на улице и в каких-то общественных местах на запрещенных поверхностях — это объективно. Это административная статья Кодекса об административных правонарушениях. Называется она «Мелкое хулиганство». В общем, поэтому в этом есть, конечно, смысл и логика. Потому что граффити — это действительно, наверное, для хулиганов. Другое дело, что если вы рисуете где-то в легальном месте, то тут нет ничего противозаконного. Другое дело — эти легальные места надо еще найти. И про граффити-эстетику. То есть если вы эксплуатируете граффити-эстетику, если вы работаете в этой граффити-эстетике, то эту граффити-эстетику также можно применять и в иллюстрации, и в каком-то художественном оформлении. В чем угодно, в свой граффити-опыт. Если граффити-художник будет еще подкрепить свой какой-то уличный опыт художественным образованием, это будет прям разрыв. Потому что, как правило, у граффити-художников очень интересное пластическое мышление. Они очень классно работают на плоскости. Все эти шрифты... Я сам занимался граффити, я знаю, о чем я говорю. Работа с всякими графическими фишками, работа с разнообразием, работа с форматами разными. В общем, это все тоже очень интересно. И с этим тоже можно работать. И граффити-художники есть очень-очень классные, очень интересные. В общем, я сам на многих подписан, за многими слежу.